Шуховская башня на оке, построенная в 20-х годах прошлого века, была одним из объектов знаменитого плана электрификации всей страны, плана Гойл-Ро. В прошлом году отмечалось его столетие. Сегодня это памятник русского авангарда, и рекомендован к внесению в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Инженер Владимир Шухов за всю жизнь построил порядка 200 гиберболоидных башен, и до нашего времени сохранилась только десятая часть. Самая известная из них – легендарная башня на Шаболовке, символ советского ТВ. Говорит Москва. Передаем сигналы точного времени. 128-метровая Шуховская башня на оке – объект действительно уникальный. Это единственная в мире многосекционная опора ЛЭП, выполненная в виде несущей сетчатой оболочки. Осенью 2020-го компания Россети завершила масштабную реконструкцию. Систему озвучивания самой инженерной конструкции и новой городской локации выполнила компания «Диджоу». Проект реконструкции Шуховской башни на оке осуществлялся в несколько этапов. На одном из последних этапов была спроектирована и смонтирована система озвучивания. Проект системы звуковой трансляции наша компания осуществила совместно с компанией «Имлайт». С каждым годом компания «Имлайт» наращивает свои обороты в области трансляционного оборудования. Работают с интересными историческими объектами, объектами культурного наследия. Недавно нам довелась такая честь поработать с Шуховской башней, которая находится в городе Дзержинск. В принципе, таких всего две высотные башни. Вот как раз одна на Шаболовке в Москве, а вторая в Дзержинске. При строительстве ажурные секции, каждая высотой современную девятиэтажку, собирались в нижнем опорном стакане, а потом тросами и лебедками поднимались наверх. Шухов позаимствовал свои сетчатые оболочки у плетенных корзин, изящных и очень прочных. Они пропускают ветер, и сооружение всегда остается устойчивым. Озвучивание Шуховской башни на Оке – задача не самая простая, учитывая статус объекта и жесткие требования к сохранению визуального образа памятника архитектуры. Максимально эффективного решения удалось достичь с помощью комплекта громкоговорителей ДСППА и Вольта. При выборе оборудования мы отталкивались от того, что основные работы на башне были сделаны под ключ, и размещение акустических систем предполагалось исключительно на башне и больше нигде, потому что все остальное приводило к большим ландшафтным работам и прокладываниям новых трасс. Поэтому из всего оборудования, которое было представлено, мы выбрали именно вольтовские всепогодные динамики. Внутри башни мы расположили тоже всепогодные динамики ДСППА, которые, в принципе, покрывают всю эту площадь достаточно равномерно и достаточно неплохо. Кстати, удалось даже покрыть часть набережной, исходя из того, как эта набережная выполнена. Звучит все достаточно достойно и достаточно неплохо. При выборе брендов мы опирались не только на технические характеристики. Важен также сервис, постоянное наличие оборудования на складе, что позволяет при необходимости осуществлять оперативную замену и ремонт оборудования. К счастью, с оборудованием брендов Вольта, ДСППА и Вектор таких вопросов не возникает. Все оборудование торговой марки Вектор, в общем-то, разработано в компании Млайт. И весь модельный ряд, он очень тщательно взвешен. Анализируя потребности рынка, хотелось сделать такой товар, чтобы не было лишних функций, за которые клиент вынужден платить. Сделать именно компактный, надежный и удачный продукт. Технические характеристики оборудования Вектор – это не самое важное, что нужно отметить. Важна при работе с клиентами еще и обратная связь, консультация, сервисная поддержка. И это все основное преимущество компании Млайт перед конкурентами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok